Большой привет всем любителям футбола Кипр, местечко Ахна, стадион Досаки, группа D, чемпионат Европы до 2021 года, раунд квалификации Кипр, U21 принимает белорусскую молодежку, номер и два нападающих. Янис Гералиму, шестой номер и девятый Андреас. Скажем пару слов о главном тренере киприотов, это Янис Окас. В принципе команда Кипра не очень удачна, так же как и белорусы стартовали в отборе, удары, класснейший момент, где проходит игра. Ахнас, пока же опасный момент у белорусов, будет бить Морозов, удары, по центру приходится этот выстрел на вирусные времена. Пока же мяч на правом фланге, прострел, неплохой прострел и здорово справляться. Показывали трибуны и на трибунах находился Шпилевский. Тот самый, который тренует Ариса, пока опасный момент, удар Владислав Морозов. Мы опасных моментов не видели, навес, штрафную, еще один удар и мимооборот свистит. И то на 10 минут был 3 марта, пока же опасный момент у белорусов. Ложкин, удары, прямо во вратаря пробивает. В ближайшей паузе нам, конечно же, показывают повтор с эпизодом, когда... Ух ты, как ошибается Китос и поднимает руку у Морозов. Ошибались арбитры, пока же момент у белорусов, еще один удар, рыздали и мяч таким парашютиком опускается. Можных шагов, Бочаров все-таки навешивает, мяч на дальний летит, домашняя заготовка и 1-0 забивают белорусы. Сбрасывает Ложкин и отправляет мяч в сетку ворот, если не ошибаюсь, но Роман Вигеря, 1-0. Наконец-таки все эти атаки материализовались. Кости, подача, это даже прямой удар по воротам, но мимо ворот позволяет у своих ворот, точнее не у своих ворот, а на своей половине. Киприотам пока же навес на дальнюю штангу, классный подбор, удар выше ворот. Спустите, конечно же, Роман Вигеря с передачей Владислава Ложкина. Еще один прострел штрафную и снова Китос, но Евро прошла у нас замена у Киприотов, вместо нашего футболиста еще Ширина Зиновича. Зинович, удар, перекладина, вот это моментище, классный удар Кирилл Зинович, еще один момент возникает. Земченко, и заброс от Орешкевича в никуда получается. Кто, Вигеря или Орешкевич? Удар в стенку, мяч попадает, добивание, подставление, это Сэвище, Сэвище Китосов. Не самый сильный Беларуси, как могут считать Киприоты, да и в принципе, да, и моментище какой не попадает Кацадонис. К стенке, Гиролемо, удар, выше ворот. Много борьбы мы в центре, ну, опять-таки, это наблюдение со стороны, прострел, хороший проход от Богомольского. Да, передача на Демченко пошла. Передача под левую Бочарова, Бочаров навес, хороший навес. Там еще плечами потолкались футболисты, Пикес, это что, это пенальти? Нет, это не пенальти, посмотрите, как Пикес катил. А в этом эпизоде за Богомольским. Ну, вот такой неудачный вынос, удар, зажигается. Свеча, свежих наших футболистов, ушел навес, штрафную. Ух ты, опаснейший эпизод возникает, удар и спасает в этом эпизоде. Ну, может быть, не спасает, опять же не в центр, точнее, не в створ, ворот шел. И все, звучит финальный свисток, а это означает, что белорусы открывают 2022 год победой, одерживая викторию над сборной Кипра, наша молодежка зарабатывает в ценах 3 очка и сейчас в режиме онлайн находится на третьей позиции в своей отборочной группе. Победа есть победа, она заслуженная, она боевая и по моментам тоже, стоит сказать, что по моментам мы заслужили эту победу. Друзья, пришло время прощаться, меня зовут Артем Марченко, всем пока, услышимся на футболе.